Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quice. Как я уже обещал, сегодня сниму еще несколько роликов про Америку. Важную информацию, которую очень мало в русскоязычном интернете, которую наши блогеры, бывшие соотечественники, которые живут в Америке, не освещали еще. В этом видео речь пойдет о панчжей, помощи. Очень много в России, наверное, еще с времен Брежневского застоя, наслышано, что есть пособие изработицы, есть какие-то вэлфоры, фудстемпы, какая-то помощь неимущим, безработным, бомжам и так далее и тому подобное. В общем, вся эта информация верна. Действительно, в Америке очень хорошо действует система социальной помощи людям, которые испытывают нужду, которые не могут трудоустроиться. Я уже рассказывал про американских безработных, несмотря на то, что они есть. В большинстве своем это, конечно, люди, которые просто не желают принять активное участие в своей собственной судьбе. Но, тем не менее, есть люди, которые вынуждены попадают в эту ситуацию, оказались в какой-то промежуток времени без работы, не могут найти работу. Те же самые наши эмигранты, которые сюда приехали и ждут разрешения на работу, чтобы официально устроиться, или люди, которые ждут грин-карту. Таких людей очень много. В Америку приезжает огромное количество людей. И даже вот эти эмигранты попадают под вот эту систему помощи. По типу помощи она делится на несколько категорий. Самая простая категория – это вот этот пенджей. То есть в каждом городе Америки существует определенное количество обществ. Это общественные организации, некоммерческие, которые осуществляют различные виды помощи. То есть это бесплатная раздача еды взрослым. Это раздача еды детям. То есть речь идет про маленьких детей, грудного возраста, дети от года и два года. То есть это вот такой тип помощи. Памперсы бесплатные. Это тоже все бесплатно. Дальше помощь по раздаче одежды. Помощь в оказании услуг. То есть это страхование жизни, страхование машины, жилья. Даже более того, есть туристические организации, которые для неимущих предлагают какие-то недорогие бюджетные варианты отдыха. Вы можете заплатить минимальные деньги, чтобы всей семьей куда-то поехать отдохнуть. Такое тоже есть. Но нас интересует в данном случае Food Pantry. Это пищевая помощь. То есть любой человек, который может туда обратиться, вам нужно будет только показать свою ID-карточку. Заполнить небольшую форму, где вы показываете, что у вас low income, низкий уровень доходов на семью. Это меньше, чем 1600 долларов на человека. Это считается уже low income в Америке. И вам раз в месяц выдают какой-то пакет пищевой помощи. Любой человек, кто заинтересован этой информацией, может спокойно набрать Pantry в гугле и, соответственно, название вашего города. Например, в данном случае я набрал у себя на страничке в интернете Небраска. И у меня сразу появился весь лист организаций, которые осуществляют вот эту помощь. Здесь можно посмотреть, щелкнуть на каждую организацию. Здесь даже схема проезда есть, часы работы. Написано, какого рода помощь осуществляется. Где-то не только помогают вот этими бесплатными пайками, но еще есть курсы по изучению английского языка или помощь по трудоустройству. То есть, на самом деле, все это очень распространено. Самое известное, например, это армия спасения. Филиалы есть в каждом городе Америки. В более-менее крупных городах даже несколько офисов вот этого армии спасения или точек, где нуждающиеся люди могут получить эту помощь. Для общего развития я скину линк конкретно на наш город. Но, соответственно, те, кто интересуется, осуществляется ли такая помощь в том городе, где живете вы или планируете приехать, вы можете это уже сделать самостоятельно. Есть небольшой нюанс. В крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, очень много иммигрантов. Поэтому бюджета на всех не хватает. И большинство социальных программ сейчас, учитывая дефицит бюджета американского, они сейчас свертываются. Поэтому речь идет, в первую очередь, про города середины Америки. Это Средний Запад, Средний Восток. Вот там эти программы действуют очень хорошо, потому что иммигрантов здесь в основной своей массе очень мало. И все эти социальные программы продолжают работать. Хотя я общался с людьми, которые приехали сюда в Америку еще 15 лет назад, не зная ни языка, не зная, где будут работать. Это выходцы из Украины в основном. Они рассказывали, что раньше эти социальные программы, когда они приехали и дожидались своего разрешения на работу, они работали гораздо лучше. То есть и ассортимент был больше, и были бесплатные классы в колледже по изучению специальности или изучению языка. Сейчас, конечно, таких вот аттракционов неслыханной щедрости становится все меньше и меньше. Ну, а дальше вы сами делаете выводы. Значит, принимаю комментарии к этому ролику. Если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на все вопросы ответить. И если понравились мои видео, ставьте лайки и рассылайте в социальные сети, подписывайтесь на мой канал. Ну вот, удачи, желаю счастливого дня. И оставайтесь на канале. У меня сегодня будет еще несколько интересных роликов. Удачи! Удачи!